Друзья, 7.40 утра, я выезжаю в Санкт-Петербург, и сегодня я поснимаю с сборной России, национальной сборной России по футзалу, ребята, меня любезно пригласили, и для меня это большой кайф, и чуть позже я расскажу, почему для меня это так кайфово. Но перед началом я сразу попрошу вас просто поставить один лайк, это очень важно для продвижения ролика, ну а для вас всего одна кнопка лайк, коммент, ну и не забывайте подписаться на этот канал. Субтитры сделал DimaTorzok Все-таки правильно все услышал и понял, и я понял, насколько реально мало про это показывается, а после того, как я был на финале четырех в Норильске, я, честно говоря, просто охренел. Я охренел от всего, я охренел от атмосферы, я охренел от динамики футбола, потому что в финале было какое-то огромное количество голов, сейвов. Ну, чтобы вы понимали, я на телефон стоял, записывал, думал, сделаю матч глазами вратаря, типа в Рилс, а там материал, полноценный ролик, но снимал я это все вот так. Если бы я хотя бы это вот так делал, то я бы действительно вам, возможно, ролик бы на ютуб выпустил, и я понял, насколько это большой, классный и, пожалуй, супер недооцененный спорт. Я это понял еще с КПРФ. Я очень рад, что сегодня мы снимем со сборной России по футзалу. Смотри, я тот чувак, который всем рассказывает, что он в сборной был, его вызвали, вот кипу выдали, но просто потом как бы сказали, что не нужно, а кипу оставили. Такой, я вот, чистый сбор. Слушайте, я вынужден похвалить Джогель. Ну, почему вынужден, типа, не то чтобы они такие враги для меня, что я такой, не буду про вас хорошо говорить, но это очень классная кипа. Прям, ну, прям здорово, классно сидит, и я прям вообще в восторге. Мы пойдем на обед. Это специальная рубрика для Алексея Гуркина. У вас план питания какой-то, или вы просто едите все подряд? Нет, нет, доктор у нас есть, который составляет меню. А, круто. Пойдем посмотрим, что есть в сборной России по футзалу. Здравствуйте. Как дела? Все хорошо, спасибо, как у вас? Ничего, готовимся. Приветствую. Да и к лосося. Леха сейчас сидит в своей Бразилии и думает, почему этому гаду достаются все съемки, где можно пойти в столовую. Как так несправедлива жизнь? Спагетти. Это бифштекс с яйцом. Супчики. Кажется, все. Ну что ж, я буду спагетти. С стейком лосося, естественно. Я пришел в столовую с камерой, очень странно. Во-первых, приветствую от Евгения Евгеньевича. В большом футболе есть определенные параметры, при которых вряд ли ты заиграешь. Ну, условно, рост. А что происходит в футзале в этом плане? Есть ли какие-то параметры, при которых ты вообще вряд ли сможешь играть в футзал? В воротах, естественно. Футзал где-то, наверное, толерантнее вид спорта к антропометрическим показателям вратарей, потому что Луиса Амада, испанца, который 190 рост, руки от штанги до штанги. В России такие примеры Георгий Замтарадзе, недавно вратарь сборной команды России. То же самое, антропометрические данные, выше 190 сантиметров. Это один из лучших также вратарей в мире. То же самое есть примеры Тиагу, вратаря сборной Бразилии, двукратного чемпиона мира, когда он 170 сантиметров рост. То же самое еще с Лео Гужель, который играл достаточно долго в Тюмени в России. Сейчас играет в Бенфике, будет играть в финале четырех лиги чемпионов. То есть там тоже где-то, может, 172 рост. Можно как с большими антропометрическими, там не так и чуть поменьше. Расскажи, как ты попал в мини-футбол? Ну, я родился в северном городе, в Сыктывкаре. И там, соответственно, как такого большого футбола нет. И сразу начал играть в мини-футбол. То есть меня папа в семь лет отвел на секцию и в зал именно, и начал там играть. Много ребят вообще ходило именно на мини-футбол в Сыктывкаре? Ну, да, очень много. Но вот я жил не в самом Сыктывкаре в районе, в Эжвинском. И там многие ребята ходили именно на мини-футбол. То есть в Сыктывкаре самом тоже школа была в то время и сейчас есть. И там тоже все ребята ходили. Из тех, кто с тобой занимался, много ли ребят сейчас играют на высоком уровне? Не много ребят, но есть в Сыктывкаре команда профессиональная новая генерация. И там ребята вот играют. Саня Смирнов, вот он играет в Кубани, по-моему, сейчас. Вот, и то есть я с ним начинал играть в мини-футбол в Эжвире в Сыктывкаре. Он тоже играл в мини-футбол, вот, и перешел в большой футбол. Ну, и у меня был вариант, там, лет в 14-13 поехать на просмотр. По большому футболу какой-то сбор был, вот, и был вариант поехать. Ну, я не согласился. Гениально, что мы записываем ролик в день вратаря. И я тут решил погуглить, есть ли день других позиций. Не интересно. Поэтому надо становиться вратарями. Первое правило, чтобы стать вратарем, нужно зайти на ginkaster.ru и купить там перчатки. Так ты сразу становишься вратарем. Больше ничего не нужно, кстати. О, смотри, круто. У кристалла на форме. Это же наш надежный партнер уже 3 года, который дает вам бонус, между прочим. Если вы перейдете по ссылочке в мой телеграм-канал с перекопки, а там закрепленное сообщение, то можете забрать до 15 тысяч рублей, вводя промокод ginkay при регистрации без первого депозита. Один ротарь со мной начинает разминаться, два еще могут затягиваться и так будем меняться. Супер. О, это упражнение, я знаю. Проводим. Пока понятное. Пока понятное, что делать. Ого, как я езжу. Так непривычно, такой маленький. Ну да, сейчас. Прикольно, прикольно. Я как дебил выгляжу, я единственный в перчатках здесь. Ну я не из-за перчатков как дебил выгляжу, честно говоря. Может, я вот это поможу? Нет, я вообще так... Нет. Не, ну я так, понятное дело, я так не сяду. Где стоящие, кстати, растягиваться не говорили. Вот растягивайтесь. Вот вам ребята молодые, футболистам советы будут давать, а я вам свой, там растягивайтесь, какой бы вы в футбол не играли. Во-первых, вам это во взрослом возрасте бонусы дает. Прям как наш надежный партнер фон. А во-вторых, ну это просто полезно, если честно. Понятно, я закончился на предыдущем упражнении. Только так могу, это вот вообще мой предел по жизни. Смотри, сейчас, в принципе, упражнение, наверное, максимально классическое для футзала, потому что много мячей ногами парируется. Я понял, да, что делать. Да, и нужно, чтобы мышцы задней поверхности... А руки вот так надо держать или... Не обязательно, сейчас как бы они будут свободны, да, у тебя. Я буду кидать недалеко, да, в растяжку. Ты сам по своим возможностям. Если надо, сколько нужно, дотягиваешься в перчаток. Конечно, конечно, давай. Как это позорно выглядит на фоне парней. Но, наверное, от того и хорошо. Давай, Жень, попробуй в эту сторону сесть. Не-не, тут еще хуже все. Это левая. Да, где-то носок. Левая только для ходьбы. Для ходьбы? Я только став тренером, научился левую диагональку делать. Пока играл, не умел. Ягита. Хорош, Женя. И один мяч. Очень неудобно, кстати, в перчатках ловить. Не очень удобно. Я его вообще не чувствую. Он маленький. Руки вот так наслаиваются, потому что в большом я его вот так держу. А тут, ну, короче, неудобно. Попробуй без. Ну, можно, наверное. Тоже, наверное, классно. Тоже верно. Здорово. Надо выше, видимо. Выше, выше, да, вверх покидывай мяч. Да, вот, супер, супер. Да, супер, Жень. Да, хорошо. Супер. И один. Хорошо, Жень, хорошо. Хорошо, пауза, хорошо. Очень, пока. Не понимаю, как его ловить. Жень, все понятно? Да, конечно. Снизом удар, блок, да. Зафиксировать мяч. Опа, привычка. Ничего страшного, да, да. А, ниже колено, да. Фиксирую мяч. Первый раз исходное положение есть. Центр ворот. Потом без исходного положения. Здесь касание груши. В этот момент касание идет мяч сюда. Вот так? Ну, двумя руками, да. Одной рукой отыгрываемся. Кирюх, позиция. Плотный низом удар, крест, блок, блок. И здесь позиция по центру. Я верхом направляю мяч. Кирюх, его можно ловить, можно переводить. Окей? Высокой стойки ловля, парирование мяча. Потом после парирования этого мяча, сразу дальше уже продолжаешь оборудование. Без исходного положения. Можно, Кирюх? Хороший киря. Да, дальше, дальше, дальше. Все, дальше уже динамика. Хорошо, Кирюх. Молодец, умница. То есть здесь вверх мяч летит, ловишь, лови, окей. Нет, перевод, никаких проблем. Все, понял, да. А удар, он идет просто в любую зону. Не, 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 я стараюсь кирюх туда в угол направляться. Ну, то есть твоя задача по мячу позицию занять. Все, я понял. Хорош, Женя. Хорош, Женя, до мяча доходи, да. Вот я лох. Так, да, двумя руками можно. Хорош, хорош, Женя, хорош. Чуть растерялся по позиции, по центру все время занимал. Да, 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 только хотел в этом сказать. Надо по мячу, да. Что мяч уже, да, о чем говорил, да? А я еще еще здесь. Занять позицию, да, и спокойно мяч перевести. Хорош, Женя. Хорош, Женя, хорош, по мячу, да, работаешь? Нашу. Чьи вещи там падают? Хорош, Женя. Хорош, Женя, умница, Женя, супер. Корпус автоматически валится, честно говоря, хотя не надо же. Глядя на достижения сборной, почему такой огромный разрыв в популярности между этими двумя видами футбола? Это не проблема только внутри России, это, наверное, в целом мировая проблема, что, ну, футбол, вид спорта номер один, да, во всем мире, крайне популярный футзал, наверное, имеет на данный момент не такую большую историю развития. Первый чемпионат мира по футзалу проходил в 1989 году, то есть первый чемпионат мира по футболу в 1930, да, то есть уже минимум разница... 60 лет. 60 лет, да, да, поэтому, ну, во-первых, в этом, может быть, есть причины. Причины, допустим, популярности футзала в России и результатов таких, ну, я думаю, что одной из причин главных, что на тот момент, ну, Советский Союз, потом Россия, были одни из первых, так скажем, флагманов, кто развивать этот вид спорта ввиду, там, климатических, погодных наших условий. Каждый, мне кажется, из представителей конкретно футзала не понимает, почему к нему мало внимания, да, прям совсем, да. Ну, было очень приятно, на самом деле, когда был сейчас финал четырех Кубка России и что столько ребят приехало и осветило. Я думаю, что, опять, если мы возьмем регионы более северные, там футзал достаточно популярен и развивается, и то, что его не освещают так в СМИ. Ну, может быть, одна из причин, это то, что битспорта на данный момент не является олимпийским видом спорта, да, наверное, к олимпийским видам спорта чуть больше внимания. Ну, наверное, исторически так сложилось, что большой футбол, он как-то все равно такой главный вид спорта, большой брат. Футзал, наверное, относительно молодой вид спорта, и сейчас он только начинает вот развиваться в медийной составляющей тоже. Вот добавляются такие люди, как вы, вот блогеры, которые освещают именно в интернете, и сейчас тоже на телевидении больше стало футзала все равно. Чувствуешь, что популярность растет? Ну, это чувствуется, да, не так быстро, как хотелось бы, но чувствуется, что какими-то шагами мы идем к этому. Самая большая трибуна, при которой ты играл? Наверное, это за сборную, мы играли в Иране, то есть там 3000 болельщиков было. Вот у нас в Ухте зал, то есть на 500-550 мест, ну, и он забивается каждый раз, и не хватает мест. Ну, люди, потому что очень хотят попасть на мини-футбол, но не позволяет трибуна. В Тюмени та же история, ребята мне говорят, что у них там город болеет вообще футболом, и там супер много народу ходят. Не очень много же было людей на трибуне вчера, насколько я знаю. Вчера, ну да, нам говорили, что будет аншлаг, там все билеты раскуплены, тем не менее, очень много свободных мест было. То же самое было и в Нижнем Новгороде, вот мы играли там месяц и два назад. Да, то же самое, очень много свободных мест, хотя как бы на сборную можно и собрать, я думаю, полный зал. Здесь сокращаешь где-то на 5,5 метров, мы с тобой туда-сюда мяч отыгрались, я на нашу удар, могу чуть направлять верхом там и так далее, да. После четвертого мяча, когда ты его парируешь, я еще пятый себе в другую сторону противоход кидаю. В низкой стойке, да, на 5,5 метров, почти под линию штрафной площади, со мной перемещаешься по мячу. Руки сюда, да? Да, туда-обратно отыгрался, и я наношу удар, ты в блоке, соответственно, его парируешь. А блоки я оставаюсь внутри штрафной. Да, 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 потому что, ну, руками нельзя, чтобы играть. Хорошая, оп, дальше, дальше, да, в низкой стойке. Жень, по мячу, по мячу действия. Хорош, хорошая, Жень. Все равно очень хочется подгадать, да. Это еще не ударил, а ты уже в блоке, да, стоишь. И другой момент, смотри, нападающий двигается здесь, ну, по сути, мы создаем ситуацию, что нападающий двигается, и ты параллельно нему, получается, твое действие, ты вот это колено за собой тащишь, его должен опустить. А, это значит, что я вверху ловлю, я там остаюсь. Ну, то есть, здесь же первый прием. Все, я понял. Ну, то есть, сейчас вот в эту сторону будем делать. То есть, первый ты правильно там от ближнего угла закрыл, все блок сделал, а дальше по направлению движения. Не вставал, все. Да, да, да. Конечно. Можно. Ух. Хорошая. Хорошо. И. Рожак. И тут дай, 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 дай. Тихихихих. Хорош, хорошая. Пауза. Мне, кстати, я думал, хуже будет пока. Прям неплохо. Ну, так, разогрелись. Сейчас такие более интенсивные удары будут. А еще что-то будет в вратарской части? После? Ну, после ударов, в смысле. Или нет? Будут не просто удары. Мы именно будем моделировать игровые ситуации, которые в футболе возникают. О! Ребята не просто будут брить поворот. Именно смоделируем две ситуации конкретно. Створ ворот. Валерич, передача. Обратно ему хорошая передача. Позиция по мячу. Идет мне передача. Я вправо или влево разворачиваюсь. Сокращение дистанции. Удар, блок. После этого сразу быстро реорганизовался. Здесь позицию по мячу занял. Валерич дождался передачи. У вас два касания. Либо с прокатом в центр вы убираете удар поворотом. Либо с прокатом в бровку убираете удар поворотом. Окей? Кирюха, после этого удара я тут добиваю. Окей? Если вам под касание мяч, то добиваем. Окей? Да. Кирюх, всего шесть ударов будет. Шесть. Повторение. Хорош, перепозиция. Вот здесь. Хорош, Кирюха. Подожки, перепозиция. Хорош, Кирюха, умница. Почему я вспотел, глядя на тебя? Я встаю, я потею, я ничего не делаю, я потею. Почему? Как считаешь? Я вот про проблему футзала тебя спрашивал, а вот здесь какая проблема, как можно потеть стоит. А вот если зритель 15 тысяч лайков наберет, мы к Сергею Сергеевичу в Газпром Югра Федоса Маслова приведем на тренировку вместе с величайшим Купатадзе на одну тренировку. Мне кажется, это гениальный тандем. Кто не знает, как выглядит Купатадзе, я вам сейчас показываю фотографию на экране. Это абсолютно великий вратарь, ему 44 года. Да, и он в порядке. И он в порядке, и причем в 21-22 сезоне он вообще лучшего вратаря брал. Хорош, 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 Дима. 15 тысяч лайков, я вам такое обеспечу. Хорош, Димка. Ну все, друзья, ваше время началось именно сейчас. Единственный вопрос, они когда бьют, наоборот, ниже оттягиваетесь или высоко? Я смотрю, пацаны, в основном, вниз. Чувствовать ситуацию надо, да, то есть, когда, ну, просто если он с 9 бьет, и ты где-то здесь, это полупозиция, ты не сократил, и ни в воротах не сыграл. То есть, либо уже надо будет там выше играть, либо чуть... А просто, наверное, они опускаются в основном. Ну, чувствовать, чувствовать этот момент. Понял? Попробуем. Давай, Жень. Так, сейчас надо отсюда же. Да, открывание, передача, да. Хорошая обратная. Хорошая позиция. О, Жень, здорово, супер. Борис, ближе к нам. Хорошая. Надо играть, позиция. Туда верну. Да, хорош, хорош, хорош. Нормально все, Жень? Да, конечно. Давай. О, вот так вы делаете. Вот, супер, вообще было. Хорошо, хорошо. Все, позиция. О, гол! Наконец-то. Хорошая, ЖК, позиция. Так. Потихоньку начинаем дышать, да? Еще два повторения. Хорошая, ЖК. Хорошая, Жень. Сидеть, я все. Все? Да. Хорошо, правда. Еще одна была. Нет, Сергей, это будет перебор. Понял, понял. Не отправлял. А что так быстро? Ты чуть задышал, да? Чуть. Отвижай. Не, ладно. Смотри, можно 4 делать. Нет, нет. Вазов. Нормально. Я отбил больше, чем я думал. Наверное, набили с уровнем какого-нибудь слабого. Нет, нормально, били. Нормально, били. Там-то, смотри, Жень, разница, когда вот делаешь открытый блок с падением. Ситуация в том, если мяч в поле оказался, ты... Ну да, да, я уже лежу, я понимаю, да. А если ты то же самое на ногах здесь сделал, ты дальше можешь двигаться, чтобы работать. Может, мне просто сейчас попробую, ладно, кое-что. Я понял, почему я по приему Сергея Сергеевича был слишком низко на линии. И поэтому, когда он принимал, мне приходилось стелиться уже в открытом блоке. Потому что, во, Кирюха уже три раза сократил за это время. И поэтому ему, он успевает именно вот в кресты сыграть. А я лох и умираю. Честно, я бы шестой не выдержал. Честно, я бы плеванул. Я тормознул только поэтому. Самооценка у меня приподнялась, когда я отбил первый мяч. Вот там приподнялось, если честно. Я вообще не ожидал. Там просто фарт. Ну, кстати, короче, со стороны... Здорово, Кирилл, когда со стороны удар выглядит очень стрёмно. А когда ты там встаешь, нормально. Мяч мягкий достаточно, честно говоря. И нормально. Последние секунды матча! Победа! На фразе последние секунды матча, конечно, так забивать это здорово. Надо еще понять, как бы вот это делать. У меня вообще не получается. Опа! Ора, Женя! Ора, Женя! Супер! Жек, смотри нюанс. Вот я здесь разворачиваюсь, мяч под правой ногой. А ты мне ближний угол отдаешь, получается. Я рукой, да, ты сыграл супер. Но открыл большую часть ближнего угла, да? Согласен. Опа, Женя! Давай, Женя, еще два. Хорошо, вот, да? К сожалению, не сегодня. Давай, один, Женя, один раз. Один раз. Ужас. Хорош, Женя, позиция. Терплю, терплю. Хорош, все, пауза, пауза, пауза. Хорош. А не видишь, хитрят думают, я не считал, что еще два. Чтобы я не чувствовал себя ущемленным. Ты че ржешь, сука? Ты че ржешь? 15 тысяч лайков, реально. Федосу будет не смешно. Я думаю, что мы еще у Сергея Сергеевича, а именно он тренирует там. Попросим тренировочку поинтенсивнее. А не вот это вот. Хорош, Дима. Вот моя позиция. Вот это я. На рассказе. Блогер. Здорово. Как они отбивают это, интересно. Я так не умею. Мяч второй. В любом случае, или если в поле остался? Не-не-не. Угловой удар. Потом переключаешься на этот мяч. На второй темп, в любом случае. Да, второй темп, в любом случае. И я его добиваюсь, но он в поле остался. Под одно касание. Понятно. Ты нормально, Жень? Все хорошо. Да, конечно, все хорошо. Плохо будет попозже. Перед упражнением вы говорите, все понятно? У меня после можно сказать, все понятно. Да. Хорош, Жень. Сергей, давай на полную. Ты сейчас слабо бил. Я понял это. Давай, давай. Первый чуть почувствовать был. Да ничего. Все спокойно. Хорош, Жека. Чудеса реакции. Умница. Да, давай, ссор ворот. Спокойно. Хорош, Женя. Давай, Женя, еще два сделаем. Да, конечно, легко. Они попадают, ребята. Стоп. Кир, мяч дай, пожалуйста. Все, прикормил меня туда. Так нельзя. Жень, мяч в спину. Жень, мяч в спину. Акоротно, да, чтобы на него не упасть. Это я специально, чтобы паузу выдержать. И лох. Хорош, Женя. Умничка. Супер, супер, сейв. Что-то с этим углом вообще проблема. О, хорошо. Я сейчас почувствовал. Мне прям очень плохо сейчас. Я не буду этого говорить. Я достифлю, скорее всего. Или нет. Но мне, честно говоря, очень плохо. Хотя вот это уважение, честно, не сильно легче подвижения. Но почему-то у меня корпус вправо нормально ложится. Я как будто жду удара вправо. А в лево я почему-то заваливаюсь криво. Хотя лево я моя любимая сторона вообще. То есть вот это вот почему-то. А сейчас вообще не получается почему-то. Сейчас нам последить за этим. Тяжело, прям неудобно. Ой. А как они это красиво и эстетично делают? С ума сойти. Как вы это грациозно отбиваете? Когда рука и нога. Очень красиво. Я выгляжу как подбитый лебедь. Не-не, были очень хорошие сейвы, Жень. Но все равно выгляжу как подбитый лебедь. Я готов. Конечно, попадать. Хороший, супер. Вот она, почти рука-нога была. Да нет, ну нет. Хороший, Жень. Корпус почему валится, не понимаю. Нет, нет, ну ладно. Завтра потащу. Пошли. О, Жек. Ну как это так-то? Хороший, просто ногой. Она просто застряла. Все, спасибо. Ой, я в Питере, здесь как раз Паша Городницкий. У меня нога застряла, Паша. Вот тут, например, у Евгения застряла нога. Дай меня, друзья, работай. Хороший, спасибо. У меня нога застряла в газоне. У меня нога застряла в газоне. Паша. Мы с ним лучшие друзья, если вы не знали. Очень обидно. Не, не, ну ладно, я правда хорошо этощил. Я прям доволен даже. Бля, со стороны, наверное, так смешно все это выглядело. Три совета, которые вы бы дали вратарям, как им развиваться в течение их подготовки, наверное, по юношам, по детям, чтобы в итоге попасть в сборную России. Ну, если достаточно абстрактно сказать, то, чтобы вообще играть в футбол и добиваться каких-то результатов в футзал, ну, во-первых, это для вратаря трудолюбие, да, трудиться, работать каждый день, стараться стать лучше себя вчерашнего. Но пошла эта тенденция, что стали больше времени уделять тому, чтобы вратарь, уделять время подготовке технической, да, да, чтобы вратарь мог играть ногами, поддерживать атаки, помогать выходить из-под крейсинга, где-то, да, острые передачи уже даже отдавать. Каждый вратарь на своем пути сталкивается с какими-то неудачами. И вот самый главный момент не ломаться и дальше трудиться, идти к своей мечте. То есть никакие неудачи, да, не должны, ну, это ошибки, ошибки все совершают, надо правильно ее проанализировать и дальше двигаться. Поэтому третий, наверное, момент, хотя, наверное, я бы сказал вторым, а третьим уже игру ногами, второй вот этот момент, что нужно не ломаться, а дальше трудиться, работать и никакие неудачи не должны, там, какие-то сомнения в себе. Не переживать сильно по поводу каких-то ошибок своих и верить в себя, вот, следить за своим здоровьем с молодым и быть дисциплинированным, потому что дисциплина, она бьет мотивацию, мне кажется. Дисциплина – это больше про будущее, на перспективу и, ну, вот, день за днем делать такие вещи, которые приближают тебя к твоей цели. Вот, получается, я был на тренировке в КПРФ, когда я регулярно все-таки тренировался, да, и был в каком-то тонусе, вроде бы, кстати, я уже не помню, может и нет, но, скорее всего, да. А здесь я, ну, я последний раз в футбол играл, бог знает когда, и только вот недавно участвовал в битве вратарей, не знаю, вышла она или нет, но вот вам спойлер. И, ну, честно говоря, на КПРФ мне было тяжелее. Там была длиннее вратарская часть, и я там прям прилично подустал, прям под сдох. Здесь тоже ноги забились. Вот на предпоследнем упражнении прям жесть была, вот прям жесть. Мне прям было очень тяжело вот это вот движение туда-сюда, возврат жестко. И так вот говоря о том, что вратари в футзале все чаще подключаются и забивают в лишающий момент. Вот сейчас как раз ребята вратари отрабатывают розыгрыш, когда они подключаются в поле. И как раз таки они отдают вот эту вот зависающую передачу вперед на нападающего, который, собственно, дальше не успехает. О, взыр. Травма на тренировке сборной России. Женька на самом деле большой молодец, потому что, ну, видно, что лотарь хорошего уровня, да, базовая техническая подготовка, да. Понятно, что в футболе и футзале она отличается. Ну, сколько-то нужно было Женьке времени, чтобы перестроиться, но потом адаптировался и хороший сейв, мне кажется, делает. Ну, первое, понятно, что, да, почувствовать немножко Женьке, чтобы ему включиться нужно было, да, и почувствовать мяч, прием мяча, как мяч перчатком, да, липнет, как по паркету стелится. Нужно было ему понять немножко, да, какие-то были послабления изначально, но потом уже все было, все по-серьезному, по-настоящему. На самом деле Женька, я так понимаю, что он очень глубоко анализирует свои действия, да, потому что он делает какое-то упражнение. Я только хочу сказать, подойти, ну, какие-то нюансы, да, объяснить, да, что было какие-то, ну, недочеты. Он уже мне сам сходу говорит, да, я тут не дошел до мяча, тут я позицию неправильно занял, тут надо было так. То есть, ну, молодец, что помимо того, что делает, он сразу же и анализирует, да, свои действия. Ну, а вы не забывайте ставить лайк, потому что Фидос будет на тренировке с абсолютно легендарным Купотадзе. Поверьте мне, это зрелище, которое я бы лично сам с удовольствием посмотрел. Надеюсь, что и вы тоже, ну, и я надеюсь, что перчатки вы заказываете на jankaster.ru, спар.ким. Кстати, по износу стойкости, вот вся тренировка в зале, они как новые, чуть-чуть покоцалось тут, а вот это, это я пленку отрывал, и я криворукий. Ну, вы видели, и все. Абсолютно целые перчатки. Надеюсь, что вы это посмотрели, друзья. Очень вас люблю и спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Всем пока.